ребят всем огромный привет мы сейчас с вами отправляемся угадай куда да 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 сегодня снова салонщик и я решила пройтись так скажем устроить ревизию салоном с хорошим рейтингом потому что раньше я думала ну хороший рейтинг всем все нравится но естественно будет все супер идеально и зачем прикапываться к хорошему месту но как оказалось вообще далеко не так все в жизни гладенько даже когда рейтинг салона зашкаливает за пятерочку из пяти например в прошлый раз меня просто выгнали из такого салона и вот очень интересно что же случится сегодня потому что рейтинг у него отличные цены супер разные как я поняла потому что на сайте было все довольно бюджетненько стоимость макияжа указано 850 рублей но когда я поинтересовалась стоимостью например мытья волос с тонирующим шампунем мне сказали 2000 ну то есть это как-то вообще не очень при том что у них на сайте цена в районе одной тысячи указано и так далее ну в общем я думаю что тоже будут какие-то перевертыши с ценами посмотрим что из этого получится какой макияж мне сделать я решила заранее макияжа не искать потому что чаще всего в этом особо нет смысла потому что все равно ни у кого косметики него эти цвета ой тут подборка вот тут блестященько мне ничего нет поэтому посмотрю какая косметика есть визажиста там прям на месте подберу какой-нибудь макияжик погнали но это не шампунь это как маска дальше добавляем чтобы ровно брала а нет у вас такой штучки на шее а резиновой нету обязательно мокрая должна быть может просто сухую сухой поприятнее она не осветляющая да просто будет холодная девочка теперь маска еще немножко кончики подровняли лицо поснимаю себя как делать такой сложный макияж не нужно просто классический макияж у меня рука не видно было у меня это не грязь а где где грязь но я хочу процесс как именно красить так а по цене скажите мне тысячи пятьсот разный полторы тысячи тысячи пятьсот тысячи 200 тысячи триста но вот мой был полторы стоил до 1200 когда волосы тысячи это мэри кей на на америке основа тоже была на реке чистенький а чистенький но может лучше руками хорошо ладно давай вот эта сторона типа вот это чистая сторона ну нет у меня чисто там и не очень потому что его постирать но так помыть смыльцам помыла сушила положиво не темная основа у них нет вот ты же беленькая поэтому выбрала тебе светлая такой коричневенький меня не дочка тоже гора закончилась макияж делает очень хорошо она прям сделаны прямо офигенно делает городе все знаешь да у нее закончил курса дорогие 100000 но для детей не жалко конечно но она хотят блогером стоит . а мы будем значит использовать вот эти оттеночки да а какой именно покажется мак куда бьюти это никс здесь что-то сборная солянка да а кисточки а нет у вас этой штучки протереть их какой-нибудь салфетку вот такие кисточки а можете протереть пожалуйста а чем а сухая просто я это бесполезно а нет влажной салфетки влажная салфетка нельзя мокрая не хочу я никогда не могу делать макияж им надо свой наборчик сносить собой от бровями давайте может пальцами попробуем ну грязненькими не надо хорошо следующий раз когда будете подписывать позвоните мне кого другой другую кисточки у вас еще какие-то другие для работы для тебя но в целом эти же тоже подходят просто всегда они чистенькие были вообще хорошо было чистенькие это все корректор а я там вижу кисточку черный фон может ее будем использовать она по-моему чистенькая но это не точно карандаш вниз смотрит жесткий на тебя ай вы помните торопитесь как хорошо что же полял коричневый да мне пожалуйста все подключите это стрелочку данью легкие стрелочка делаем открывай вверх-вверх-вниз вот эти моргать хорошо так вот раз теперь смотри глаза разница черненькая да прям видно нет не черный карандаш номер два это коричневый что не моргает вас карандашом поэтому я думаю открываем глаза кое то что такое это просто убираю не давайте чистенькая есть какая-нибудь чистенькая это тоже не очень давайте протрём сухое это бесполезно если сухой дрябкой прям помыть если нет давайте мы делаем макияж но кисточки за не чистенькие но откуда вы знаете больной или нет но они тогда не не чистенькие тем более если клиенты редко так можно после каждого мыть правильно тогда это легко почему не мойте нет ни одной чистки нет плохо 1 пальцем тоже не сможете на давайте а мы час кисточке смысла нет они то не будут мокрыми обычно это это на вторых махер мы чистим не до такого степени до какой степени вот прям вы хотите но думаете про мессы макияж полторы тысячи стоят и не нужны чистые кисточки и сами тоже делаете да значит макияж дадим нет она не давайте пальчиком а темные как я на нашу меня не знаю вот так а туши знать не будем да она тоже общая и если не очень старая не старая так это блестящая на серединку что осталось и все сухая да уже но не сухая но новая была все когда-то были новыми вниз смотрим дайте посмотрим я думаю нет давайте карандашиком лучше хорошо новая смысле чисто только поточить а вот это который которым красили ладно а насколько тонирование волос хватает каждой мыть и смотрится по чуть-чуть все равно если осветляете волосы красите тоже смоется любой осветленный в волосе краска не держит долго любой краска смоется насколько хватает не знаю как вы моете чем вы моете какой шампунь моете если оттеночный шампунь моете вы всегда например я оттеночный шампунь мою всегда если не мою они быстро у меня желтеют и насколько у вас хватает каждой мыть я делаю чтобы прошу каждой мыть и каждой мыть и да еще какой-то карандаш не любит этот свет подходит тебе давайте без помады про закрасим вы так делаете невин вам вот так вы сказали блогер мне рукой трясется теперь не могу работать даже можно а давайте еще румяшки это что мы делаем розовую добавляю а зачем вытирается чтобы растушевать мне такой первый раз у меня тоже первые давай тебе немножко крандаш добавлю сверху хорошо свой карандаш вот здесь меня пугаешь снимаешь почему боюсь и лишние проблемы я вас не снимаю ты так красиво и зачем теперь вот так как вот только что делаю это было да это хайлайтером хайлайтером не хайлайтером корректором хайлайтером сейчас будет а кстати да ура мы спасены ватные диски что за румяшка как они все добавим а это это чтобы чертую твои свежая это что это блеск дает свежесть прям этим же может другим, а то не останутся следы это для чего мы делаем? это контур, чтобы было четко, поэтому делаем вот так пока делаем теперь, остродальный спонж готово? может припудрим здесь? вообще-то да ну хайлайтером тоже можно под глазами не надо про ваточку говорю а так бы рукой было неудобно но других вариантов у нас нет а лоб может припудрим немножко? лоб вообще-то не лоб хайлайтером? прям посередине? нет, вот так хайлайтером а он не смотрится как жирный? нет, наоборот свежий смотрится ну симпатично, да? вам нравится? как будто ты сама дома делала ну что, вот этим вот получается в принципе спонжиком сделали весь макияж а кисточки нам не эти не пригодились, не эти так что обошлись и вот эта салфетка, да, еще использовалась тоже так ну что, вот такой макияж получился, как ни странно очень даже ничего, с учетом того, что у нас практически не было кистей совсем а я себе даже немного напоминаю какую-то модель мы вышли на свет божий и можем оценить результат при еще более качественном дневном освещении поделюсь с вами впечатлениями вообще сама мастер очень-очень такая активная она сама в принципе хорошо выглядела и мне даже понравился цвет, который меня быстренько затонировали как ни крути и даже результат, если не присматриваться, да, я бы сказала неплохой я бы отметила, что у нее, как ни странно, по-моему, была оригинальная палетка Мак почему? ну, то есть это такой, у меня просто была оригинальная сборная то есть она отдельно покупала, покупался футляр, мне подарили но, ну, как бы, в общем, да, это была оригинальная она очень сильно отличается от вот этих тоненьких пластиковых, которые продаются на Алике блин, как я снимала видео, какая-то кошка хочет покончить жизнь самоубийством в очередной раз блин, еще думает, что залезет под капот, будет орать я полдня потрачу на то, чтобы ее доставать не надо этого делать иди домой, дорогая, иди домой нет! она реально залезла под капот здесь же подвалы кошка, иди домой иди, пыш-пыш она же там, посмотрите нет, не ходи туда блин, это дорога, посмотрите, это ужас хорошая новость, она все-таки убежала итак, были оригинальные палетки, как ни странно и даже нормальные кисточки но вопрос, как сказала сама мастер то, что макияж делают не часто почему тогда между клиентами не помыть эти кисточки? это ладно там уже все мы поняли, что они были грязные доставая новую кисть из общего стаканчика с грязными пыталась меня убедить, что да, все грязные но это чистое она говорила, новое эо, это новое причем я на нее смотрю на ней такая клякса из теней под водки и вообще видно, что она не новая она такая, видит, не прокатывает ну ладно, потом следующую достает это точно новое потом попыталась сказать, что и все-то вообще-то чистые когда это не прокатило, она ну ладно, вот эта новенькая которая там в какой-то целлофанке была но я на нее смотрю, ну грязный ну зачем, зачем этот спектакль? тем более уже понятно, что я это вижу и мне очень не нравится убеждение знаете, что если бюджетный макияж то типа грязные кисти это норм вообще, это ужас я согласна, что косметика может быть ну это логично, супер бюджетная бюджетная, да, какая-то даже супер-супер прям дно рынка дно бюджетного рынка ну пропорционально общей стоимости макияжа но чтобы было все просто максимально гигиенично это не требует дополнительных усилий протереть палетки, помыть кисточки для этого не нужно задирать прайс до небес вот такие вот пирожки ну в общем, в остальном неплохо, но грустно и печально что пока мне не удалось найти заявленный бюджетный макияж где бы было хотя бы все средненько-стандартненько да, чистота, косметика, гигиена, результат обязательно какой-то параметр адски тонет и провисает хотя, как мы знаем, даже высокая цена вообще не гарантирует ничего потому что в том числе в звездных салонах где ценник был в районе 4 тысяч меня пытались накрасить грязными кисточками было даже такое в общем, да, если вы не смотрели еще все-все-все треш-обзоры то напомню, они собраны в отдельном плейлисте обязательно заполните пробелы спасибо, что досмотрели до конца я вас целую до встречи в новых выпусках не скучайте всем пока-пока нет, не беру, правда, я замужем друзьями стану, не знаю друзьями нет, вряд ли получится мне это болит очень приятно, да, но я замужем желаю вам счастья спасибо большое, вам тоже как-то неловко мне то стало ничего страшного до свидания до встречи в следующей серии 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 Продолжение следует...